В качестве докладчика и ответчика сегодня выступил первый заместитель главы Александр Ковалев. В связи с изменениями в законодательстве, пояснил Александр Владимирович, назрела необходимость разработать новый проект правил благоустройства, озеленения, а также обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа. Проект будущего документа достаточно громоздкий. Состоит он из 15 разделов, на 80 листах изложено 345 статей. Года два назад мы отменяли нормативы, которые касаются санитарных норм по содержанию вокруг зданий, сооружений. Этот раздел полностью в связи с изменением законодательства сейчас вернулся и в положение он имеет законную силу. Прокурор нам это в свое время протестовал в связи с тем, что эти правила не являлись полномочиями органов местного управления и органы местного управления не имеют права устанавливать санитарные. В проекте нового документа четко прописаны и конкретизированы ответственные за контроль и соблюдение правил благоустройства. По словам Александра Ковалева, при разработке проекта правил учли все. Здесь обозначены и зоны выгула собак, и места для стоянок, и даже прописаны условия озеленения. Вплоть до того, где и при каком рельефе местности можно это делать. Особый интерес у депутатов вызвал раздел, касающийся стоянок автомобилей. Применительно, конечно, ко дворам многоквартирных домов. Первый заместитель главы тут же поясняет. На газоне стоять нельзя. На газонах запрещено, на детских площадках, спортивных площадках стоять запрещено. Это требование и, в принципе, федеральное законодательство просто принесено сюда и уже детализировано. Председатель комитета думы по местному самоуправлению и правовому регулированию Алексей Захаров поинтересовался, а как же быть с благоустройством придомовой территории. У нас много бабушек-любителей красоты, которые садят красивые цветы, скажем, на участках между тротуаром, может быть, и самим домом непосредственно. Ну не так страшно, подсветал. Кустики небольшие, там высаживают, по чем ухаживают? С кустиками, вот именно на улицах, ну давайте на центральных улицах сейчас начнем садить. Один там дуб посадил, другой ясенец, два метра, метр, это неправильно. Заведующая отделом охраны окружающей среды Анна Юшкова ко всему ушесказанному лишь добавила. После обращения прокуратуры эти прилегающие территории были убраны. И обязанность возникала только у вышеперечисленных организаций либо враждан отшлять уборку территории в пределах отведенного им земельного участка. Сейчас в соответствии с методическими рекомендациями, эти прилегающие территории снова прописаны. Они в точности такие были у нас до этого. Возникают просто проблемы с чем, объясню. Потому что прокуратура обращается с твоими заявлениями в суд на администрацию, в частности уборки свалок в границах Полевского городского округа. Часть свалок попадает, к примеру, 5 метров от коллективного сада. Внимательно ознакомившись с проектом новых правил благоустройства и озеленения, депутаты решили вынести этот вопрос на ближайшую думу. Именно там большинством голосов и определяют судьбу будущего документа. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.